Физкульт-привет, друзья и ученики! Сегодня я вам покажу первую тренировку начального уровня. Но, кстати, хочу обратить ваше внимание, что для девчонок подобный тренинг даст гораздо больше результатов, чем много ерунда, которой вы занимаетесь в тренажерном зале, благодаря псевдотренерам. Эта тренировка первая, в следующий раз я вам покажу вторую тренировку, не пропустите ее. И эти две тренировки будут прокачивать, тренировать все необходимые для того, чтобы вам выглядеть красиво, стройно, подтянуто, сексуально мышцы. А вы знаете уже, что именно мышцы делают вас, девчонок, красивыми. Да и нас парней наверняка тоже. Не жир, не кости, не кости с жиром, а именно минимальное, возможное для вашего здоровья, для функционирования здорового организма, женского, процент жира, хорошо тренированные мышцы и при грамотном питании как раз-таки поддерживается именно необходимый процент жира в организме. Тренировкой мы создаем стимул, тренировкой мы только помогаем нашим мышцам быть плотными, наполненными, быть жизнеспособными. А если вы не знаете, медиками доказано, что единственное, что не стареет в нашем организме, это мышечные волокна. Мышечные волокна постоянно обновляются. Грубо говоря, за месяц можно сказать, что вы совершенно новый человек. При грамотных тренировках, повторяюсь, девчонки, вам не нужны никакие лишние тренировки. Не нужно тратить время на бесполезные выпады, если вы не приседаете, на отведение, приведение ног, если вы не делаете становых тяг. Так, приседания, становые тяги, подтягивания и брусья, плюс парочка дополнительных упражнений будут всем тем плацдармом, фундаментом, который вам нужен для того, чтобы быть красивой, сексуальной, повторюсь. И главное, конечно, самое главное, здоровой. Мои тренировки именно такие. И это доказано уже не одной ученицей моей и учеником. Сегодня первая тренировка с Жанной, девушкой, которая является моей новой ученицей, которую мы постепенно приведем к соревнованиям. Вы это все увидите. Ну что, приступим к тренингу. Начнем мы, конечно же, с самого лучшего упражнения для спины и ягодичных мышц. Дельт, груди, бицепсов, ног. Как вы уже догадались, это классическая становая тяга. Классическая, потому что выполняется в классической стойке. С неотносительно широкой постановкой ног. Жанна уже тренированная девочка. Несмотря на то, что она не занималась с железками, у нее вот сейчас, вы видите, реально первый раз она взяла в руки штангу. Видите, техника у девчонки реально лучше, чем у многих, кто отзанимался полгода и год. Жанна занималась до этого в групповых занятиях. Ходила на фитнес, на различные направления фитнеса. И вот решила попробовать себя в бикини. Мы будем ее готовить, и вы увидите всю ее подготовку. Хорошая фигура. Останется подкорректировать питание. Потому что, несмотря даже на то, что питание у нее не очень хорошее, обычное, обычного человека, не спортсмена, не выступающего тем более, добавив хорошее грамотное питание и качественный тренинг, мы невероятно увеличим отдачу от всего этого именно молодого ее организма. Вы видели, что я сделал с Эйбигл всего за два месяца. Посмотрим, что мы сможем с Жанной за более долгий период тренинга. И я уверен, что она очень хорошо проявит себя. Данные у нее очень хорошие. Если кто-то подумает, что с первых тренировок я даю тяжелые веса девочке, нет, вы ошибаетесь. Это большие блины. На самом деле, каждый из них весит меньше пяти килограмм. В общей сложности вся наша конструкция, я имею в виду штангу с блинами, весит максимум килограмм двенадцать. Меньше, чем обычный стандартный классический олимпийский гриф. Если кто-то говорит вам, что вы можете с первых тренировок убить свою спину приседами, тягами, базой, это полная глупость, потому что убить себя действительно можно, только если ваш тренер дебил. И грузит вас сразу же с первых тренировок с серьезными весами. Но и на тренера тоже не стоит уповать, друзья. Думайте всегда своей головой. Если вы видите, что тренер с первых же тренировок пытается вас нагрузить невероятно, это не есть хорошо. Значит, тренер бестолковый, и он вам только помешает. На самом деле, сейчас можно тренироваться и самостоятельно изучая видео, статьи. Многие говорят, что это нереально. Нет, всех своих учеников с первых шагов я заставляю делать базу. И есть у меня обоснованные этому подтверждения, которые я описываю в своих видеороликах и статьях. Кому интересно, изучите. В первый день мы сделали 5 подходов по 10-12 раз становой тяги. И переходим к следующему упражнению, которое на самом деле для девчонок является лучшим на верх тела. Бицепсы, спина, широчайшие, все здесь работает. Главное – выполнять упражнения грамотно, правильно. Для Жанны оно тоже первый раз. Вы видите, сейчас вес для нее легкий. Но это разминочный подход. Никогда не забывайте о разминке. Потому что разминка – залог вашей безопасности. Долголетие в любом виде деятельности, спорта. Есть такое хорошее высказывание, что лучше разминка без тренировки, чем тренировка без разминки. Как мы выяснили, Жанна крепкой девочкой может 3-4 раза потянуться самостоятельно. Поэтому, кто может, сначала всегда делайте это без каких-либо вспомогательных средств в виде гравитрона. И подтягивайтесь 3-4 подходика на 3-5 раз самостоятельно. После чего переходите уже непосредственно в гравитрон. Добивайте себя там еще в 2-3 подходах. Я настоятельно рекомендую девчонкам начинать подтягивания именно вот с такого обратного хвата. Будут работать и бицепсы, и спина. Не забывайте сводить лопатки вместе. Если этого не делать в верхней точке амплитуды, то широчайшие мышцы будут слабо включаться. После того, как вы поработаете с собственным весом, если вы это можете, переходите уже непосредственно в гравитрон. Но, повторяюсь, чем больше вы будете практиковать именно работу с собственным весом, тем быстрее подтянется ваше тело и подойдет сила. Вы сможете грамотно хорошо подтягиваться. А если вы будете хорошо подтягиваться, залог красивой фигуры, именно спины, рук вам обеспечен. Конечно, при грамотном питании. Мы делаем те же 5 подходиков, не включая разминочных, на 10-12 повторений. Самое главное, когда вы работаете в гравитроне, выставляйте такой вес, чтобы вам было немножечко тяжело, чтобы вы чувствовали, что ваши мышцы работают, а не тренажер работает за вас. Не забывайте, что упражнения в подтягиваниях, в принципе, как и во всех вертикальных тягах и подтягиваниях, необходимо делать за счет опускания локтя вниз. Не старайтесь подтянуться, старайтесь четко опустить локти вниз, как будто бы вы зажаты между двух стен, между двух плоскостей, при этом сводя лопатки вместе. Повторяюсь, это идеальное упражнение для девчонок и для парней, конечно же, тоже. Широчайшие мышцы нужны всем, девчонкам они нужны тоже. Они визуально будут делать вашу талию меньше. Обращайте на это особое внимание. Это второй наш зал. Если кто-то заметил, что он отличается от того, что вы видели раньше, мы выкупили зал, тоже переделываем его под наш бренд PowerStrate Gym. Лучший бренд, кто хочет, обращайтесь, поможем открыть его в любой точке земного шара. Наш бренд направлен непосредственно на тренинг, на грамотный тренинг, и в нем, в зале присутствует оборудование, которого просто нет в других залах, но оно необходимо. Это и экстензии, гиперэкстензии, это специальные силовые тренажеры для стронгмена, пауэрлифтинга, монолифты, силовые лавки и так далее. Третьим упражнением и заключительным упражнением сегодняшнего дня будут сгибания ног лёжа. Это прокачивается задняя поверхность бедра. Напоминаю, что у девочек она в 4 раза слабее квадрицепсов. И именно поэтому нужно прокачивать в первую очередь бицепсы бёдер, особенно девчонкам. Слабый бицепс бедра – это обязательно риск травмы поясницы, грыжи и, что неудивительно, коленного сустава. Но с точки зрения ещё и эстетики, ваша ножка будет красивой, когда бицепс бедра будет такой же, как и квадрицепс. Именно поэтому я всегда в тренинге для девочек большую часть внимания, когда мы тренируем ноги, уделяю именно задней поверхности бедра. Квадрицепс, хотим мы того или нет, будет работать и в жимах, будет работать и в приседах, и в становых тягах. Кстати, не бойтесь того, что ваша талия станет больше от приседов, от тяг. Это просто невозможно. 99% посещающих тренажёрные залы, как парни, так и девочки, просто не работают, не способны работать с такими серьёзными весами на определённое количество повторений, когда возможен рост талии. Это всё миф. Не забывайте делать вакуум, правильно питаться, и никакого живота у вас не будет. Большие животы у нас не от тренинга, а от обжорства. Помните об этом всегда, когда составляете свой рацион питания. Вот вы посмотрели первую тренировку, и если у вас появились какие-либо вопросы касательно упражнений, касательно этого видео, или какого-либо другого, по тренингу, по питанию, по восстановлению, обязательно пишите их в комментариях. И мы вам обязательно ответим, покажем, расскажем. Не забывайте заходить на мой сайт hmgym.ru, где вы найдёте все мои статьи и все мои видеоролики. Я настоятельно рекомендую, изучайте мои статьи. Практически все вопросы, которые у вас возникают, есть в данных статьях, и есть на них ответы. Кстати, многих из вас наверняка заинтересовал вопрос, несмотря на то, что я это не один раз уже освещал, и несмотря на то, что я посвятил этому отдельную статью и отдельный видеоролик, я в следующий раз опять затрону эту тему. Не пропустите данное видео, и будет оно о том, влияют ли приседания и становые тяги на объём талии. Могут ли приседания и становые тяги увеличить объём талии. Миф это или реальность. Друзья, не пропустите следующее видео, где мы с Жанной покажем вам вторую тренировку начального уровня. Всем пока, увидимся в тренажёрном зале. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...